Друзья, всем привет! За время существования этого канала я протестировал около 10 цифровых радиосистем, но ни одна из них меня так не удивляла функционалом, как новая радиосистема от Seven Rimes iRay DW10. И сейчас вы скажете, Антон, ты продался? Ты уже задолбал, короче, обозревать эти радиосистемы, но что я сделаю? То есть их много сейчас выпускают, они все плюс-минус похожи, да, там, Holy Land, Lark M1, комиков MSC, но, блин, вот это действительно отличается функционалом. И сейчас небольшая ремарка. Радиосистемы я могу позиционировать как профессиональный, Holy Land Lark Max, DJI Mike и любительский. И здесь надо понимать, что любителей каких-то тиктокеров, блогеров, там, стримеров тоже нужно уважать. Им не надо столько разных там плюшек, настроек и так далее. Им нужно, чтобы было много разного функционала прикольного, о котором я вам сегодня расскажу. И им нужно, чтобы это было, чтобы это все быстро работало. И вот это все есть в этой радиосистеме. Просто посмотрите. Звук весь в этом видеоролике будет записан без обработки. Сейчас мы пишем как раз в радиосистеме Seven Rimes IRA DW10. В камеру Sony A7S3, в камере усиление стоит 10, на приемнике радиосистемы на половинку. Радиосистема поставляется вот в такой коробке. Пока вы смотрите распаковку, расскажу про функционал, которым гордится производитель. Естественно, это высокое качество звука. Это новая технология шумоподавления, основанная на работе искусственного интеллекта. Это Innovative Duplex Transmission. То есть это значит, что радиосистема может принимать сигнал и как бы возвращать его обратно. То есть Input и Output. Когда я говорю про принимать сигнал, это то, что вы говорите, она считывает. А когда Output, это то, что в микрофоне есть порт под наушники. То есть вы можете прямо через микрофон, короче, мониторить звук. Я попозже расскажу, для чего это нужно. Это встроенный DSP-чип. То есть у нас приемник может работать как внешне-звуковая карта. По USB подключаете, как внешне-звуковая карта работает. Я проверял, все это работает. То есть это нужно для стримов в основном. Digital Analog Output. То есть подключается по USB и по 3,5 мм джек. Время работы до 15 часов. Тоже расскажу, что к чему. Соответственно, еще одна функция. Это встроенный чип Bluetooth 5.3. Встроенный, естественно, в приемник. Опять же, все попозже расскажу, для чего это нужно. И типа очень крутой режим Reverb. Минимальная задержка 20 мс. И максимальная дистанция работы до 100 метров. Соответственно, в коробке нас встречает, быстро расскажу про комплектацию, озвучу. Это жесткий кейс. Это прикольно. Сейчас практически все радиосистемы идут в жестких кейсах. Это классно. Соответственно, зарядный бокс. Два микрофона и приемник. Есть комплектация, как я понимаю, с одним микрофоном и приемником. Есть с двумя микрофонами и приемником. Классический желтый кабель. Seven Rimes'овский. Меховые ветрозащиты. Две штуки. Это обязательно. То есть если вы на улице снимаете, эти штуки спасут вас от задувания ветра. Они на резиночке, одеваются все очень плотно, хорошо. Как у Комик, как у Холилэндов. И еще в комплекте у нас есть кабель USB-C на USB-C с переходником на обычный USB. Это очень хорошо, молодцы. Но вопрос сразу. А почему в комплекте нет переходника с USB-C на 3,5 мм джек? Потому что вот здесь порт USB-C в микрофоне в самом. И как мне, соответственно, подключить обычные 3,5 мм наушники? Вот у меня есть замечательный Bang & Olufsen. Как мне их подключить, если у меня нет такого переходника? Вот у Комики за эту же цену, это камень в огород Seven Rimes сейчас, у Комики за эту цену есть этот переходник в комплекте. А здесь его нет. Он копеечный. Его нужно положить, и все будет великолепно. Естественно, в комплекте еще есть инструкция. В ней, правда, не все прописано. Некоторые моменты я изучал на официальном сайте. Это связано они с Bluetooth в основном. Все девайсы, и микрофон, и приемник работают по 70,5 часов. И ради системы действительно очень долго работают. Я вот ее где-то 2,5 недели гоняю и еще ни разу не заряжал. Соответственно, зарядный кейс может зарядить всю радиосистему один раз. По весу. Пустой зарядный кейс весит 80 грамм. Микрофон весит 12,5 грамм. И приемник весит 17 грамм, по-моему. Да, 17 грамм. То есть вес вообще ни о чем. Зарядный кейс заряжается через USB-C. Спереди у нас есть индикация. Все это классическое как бы. Зарядный кейс прикольный. Классный. Он такой как обмылок. Такой прикольный. Ну, реально не толстый. Его куда-то удобно положить. В карманчик, даже в сумку. Вот у Lanzi PB-008, который мне очень нравится. То есть есть квадратный кейс, они не очень удобные. А вот этот прям прикольный. Микрофоны и приемник держатся на магнитах. Ничего не вылетает. Открывается все хорошо. Закрывается тоже. Проблем нет. Очень классная тенденция, что когда вы радиусистему достаете, она уже готова к работе. То есть она автоматически выключается. Когда вы туда ее убираете, она автоматически выключается. Это очень классная тенденция. Это очень круто. По управлению. На приемнике у нас есть две кнопки. Желтая и черная. И одна большая крутилка. Из портов есть USB-C и 3,5 мм джек. На передней панели есть три индикатора. Два отвечают за микрофоны. Первый, второй. И третий отвечает за Bluetooth. Крутилка, это понятно. Это управление гейном. И вот здесь профессионалы скажут, что это неудобно. И я также сказал, когда только начал пользоваться этой системой. Мне показалось, что это неудобно. Потому что люблю, когда все зафиксировано на каком-то экранчике. Но для любителя это действительно классно. Ты посмотрел по вайформе, например, тебе не хватает громкости. Ты просто наклонился к камере, навалил громкости на этой крутилке и все. Здесь надо понимать и уважать реально потребности других людей. То, что им удобно, то, что им интересно. А не тупо топить за свое, что хочу экран сенсорный, там LED какой-нибудь и так далее. Просто важно и нужно это понимать. Теперь по кнопкам. Желтенькая кнопка отвечает за включение приемника и изменение режима моностерео. Да, режим моностерео здесь есть. Когда индикаторы первого и второго микрофонов горят синим, у вас режим моно. Это когда левый и правый микрофон смешиваются. Когда они горят зеленым, у вас режим стерео. Когда первый и второй микрофоны, они в разных каналах. Но здесь есть сразу большущий недостаток. То, что вот эта крутилка желтая, она отвечает за общий уровень гейна. То есть, если у вас один человек говорит громче, другой тише, вы не сможете тому человеку навалить гейна больше, а этому убавить. Здесь, к сожалению, это не получается. И еще один момент. При подключении к смартфону через родной переходник радиосистема не работает в режиме стерео. Она работает только в режиме моно. Я это проверял и через стандартное приложение камеры, я это проверял и через новое приложение Blackmagic Cam. Ни в какую, короче, она не работает в режиме стерео. То есть, радиосистема даже не переключается в режим стерео. А при подключении к компьютеру без проблем стереорежим работает. При подключении к камере стереорежим тоже работает. К компьютеру, соответственно, я подключал через Type-C, естественно. А вот вторая черненькая кнопка на приемнике отвечает за включение Bluetooth. Bluetooth здесь нужен для того, чтобы подключить к нему смартфон, понятное дело. Какой-то плеер и еще что-то. То есть, устройство, которое будет передавать в него какой-то звук. Вы можете просто на фон себе включить музыку. То есть, если вы ведете стрим и вам просто нужно через один девайс все это сделать, вы просто включаете на мобиле или на плеере музыку. И вот она фоном сразу идет в ваш стрим. И вот теперь смотрите пруфы. Мобила подключена по Bluetooth к приемнику. Я включаю. И музончик пошел. Соответственно, громкостью я могу делать тише. Совсем тихо, да? И погромче могу навалить прямо. Вот так. Я просто смотрю, как на вайформе это все отображается. Соответственно, могу тормознуть все это дело. Все. Музыка закончилась. Причем передается в очень хорошем качестве музон. И это удобно, потому что я, например, не могу одновременно вывести и системные звуки на стриме через OBS-ку, и музыку, которая играет у меня через AIM, потому что там по громкостям оно не получается, оно не сходится. А вот эта штука действительно удобна. И почему в новые вот эти микшеры, в новые звуковые интерфейсы от Fifine, от Seven Rhymes, от Комика, почему не встраивают Bluetooth? По-моему, в какие-то они сейчас встраивают Bluetooth, то есть эта фишка поддерживается. По-моему, в какие-то нет. И еще одна классная тема, то что если вы стримите и вы отвечаете на звонки своих подписчиков, то опять же, вы подрубились, человек звонит, и его разговор тут же передается вам на стрим. А вы сидите спокойно, у вас наушники идут из вот этого передатчика, из микрофона, и вы без проблем мониторите, вы слышите, что он вам говорит там, и сразу же отвечаете. Вот это, вот это очень круто. И причем у вас задержка нулевая, то есть вы слышите хорошо и себя, слышите хорошо и человек, который разговаривает. Вот это действительно круто. Вот скажите, что как тут могут не гореть глаза, да, от такого функционала? Это действительно что-то новое, и в этом интересно копаться, с этим интересно разбираться. Вот это действительно прикольно. Про микрофоны. Соответственно, на самих микрофонах спереди у нас три иконки, которые отвечают за индикацию режимов работы. То есть это обычный режим, это режим ANC, и это режим Reverb, то есть режим такой реверберации. И две кнопки, желтая и черная. Желтая отвечает за включение и мьютинг, черная отвечает за переключение режимов. Снизу у нас USB-C, и сзади, соответственно, прищепочка. Единственное, если вы пользовались или видели радиосистему Holy Land, потому что Seven Rimes позиционирует вот эту радиосистему, DW10, как убийцу Holy Land, то на Holy Land сделано наоборот. Вот у меня сейчас LARC-C1 в руках, и на Holy Land сделано наоборот. То есть желтая кнопка отвечает за шумоподавление, а черная кнопка отвечает за включение. Но у меня, как бы я уже сказал, радиосистема C1, то есть она подключается только к айфону, и сравнить я ее не смогу с этой радиосистемой на камере. На камере мы сравним именно с комиками. Сейчас я поставлю быстренько ветрозащиту, и вы послушаете, как изменился мой голос с вот этой ветрозащитой. Потому что, как я уже сказал, на улице без этой ветрозащиты вы снимать не сможете, потому что вам так будет задувать, что мама не горюй. Предыдущая радиосистема для смартфона, которую Seven Rimes мне прислали, она называлась Rima S1, по-моему, и там в комплекте не было меховушки. Это был очень большой косяк, потому что там задувало просто нереально. Просто нереально задувало. Ну вот сейчас звук с меховой ветрозащитой. Сейчас я ее быстро снимаю, и вы уже слышите звук без меховой ветрозащиты. В комнате не так шумно. Работает у нас свет. Сейчас отключился холодильник, но я включу сейчас на всю катушку, короче, вентиляторы в ноутбуке. Здесь есть режим активного охлаждения. У меня под столом ноутбук. Вот я сейчас включил режим активного охлаждения. Я его включаю обычно, когда у меня идет какой-то рендер. Я по вейвформе вижу, как поднялся уровень шума в комнате. И сейчас послушаем, как работает вот эта их крутая система шумоподавления. Вот я переключился на работу шумоподавления. По предварительным тестам я могу сказать, что шумодав здесь работает очень хорошо. То есть он работает на уровне Холиленд Ларк Макс. Прям чистый такой хороший шумодав, который не съедает голос. И при этом я сейчас молчу. У нас не поднимается шум. И когда я начинаю говорить после того, как я замолчал, это очень важно. У нас не съедаются вот эти вот частоты, полезные в голосе. Потому что гомика, опять же попозже послушаем, она вот страдает тем, что полезные частоты прям съедаются очень-очень сильно. Ну именно когда работает шумодав. Я думаю, что вы уже наслушались, как это все работает. Шумодав здесь прям кайф. И мы переходим в режим реверк. И вот режим реверк. Как его уже успели прозвать подписчики на моем бусте. Голос свыше, так его назвали. Кстати, у меня есть бусте. Там огромное количество уникального контента. Первые впечатления от каких-то девайсов. Исходники, расширенный тест. Все там. Поэтому проходите в описании. Ссылка, подписывайтесь. Вот, бусте. Как бы там чуть больше контента, чем на ютубе. И, соответственно, это режим реверк. То есть это такой голос свыше, как его прозвали. Ну, да ладно, переключаемся в обычный режим. И все это сейчас писалось в обычном режиме моно. Естественно, я протестировал эту радиосистему в режиме стерео. Но для того, чтобы хорошенько услышать все, как это работает, вам нужны накладные наушники или наушники-затычки хорошие, чтобы слышать левый и правый канал отдельно. А сейчас послушаем, как она работает именно в режиме стерео. Сейчас протестим стереорежим в радиосистеме Seven Rands DW10. Классическая ситуация. Вы, например, кого-то снимаете, вам нужно что-то спрашивать. И у человека в кадре тоже есть микрофон. Лен, поприветствуй зрителей. Всем привет. Она, как всегда, немногоословна. И вот смотрите, здесь первый косяк, вот этот самый основной косяк, про который я говорил, то что вы не можете отрегулировать громкость отдельно на одном микрофоне и на втором. То есть вот Лен, например, тихо говорит. Да, я тихо говорю. Вот Лен, что ты сегодня снимаешь? Я сегодня снимаю сыр в виде мандаринки. Еле такой. Вот, то есть она говорит тихо, я говорю громко. А на приемнике мы можем только все вместе отрегулировать. Но при этом как бы стереорежим есть. И еще фишка, которую я нигде не видел, то что Noise Isolation можно активировать, как я понял, на разных микрофонах. И также режим Reverb. То есть я сейчас включу режим Reverb на своем микрофоне. Вот, я сейчас включил режим Reverb только на своем микрофоне. А Лена... Ничего не включила. Ничего не включила. То есть у нее также работает обычный режим. А у меня должен быть сейчас такой голос свыше, как его на Boosty прозвали этот режим. И то же самое будет происходить с режимом Noise Isolation. То есть вот ANC режим, сейчас он у меня активирован. У нее ничего не... А у Лены ничего не активировано. Да, а у Лены ничего не активировано. Но здесь вы сможете это адекватно расслышать, только если будете слушать именно в наушниках. Потому что через динамики телефона разницы, скорее всего, не будет вообще никакой. А сейчас протестируем радиосистему на работу с перекрытиями. Я буду, как всегда, отдаляться, что-то говорить. Микрофончик висит на мне. Я сейчас один. Радиосистема работает в режиме Mono. Я отдаляюсь. Я не самый толстый чувак. У меня вес сейчас, наверное, около 80 килограмм. Она, кстати, достаточно так лайтово закреплена, потому что куртка такая плотная достаточно. У нас зима. Это не так приятно. Все ощущается не так комфортно снимать, как летом. Свои всякие изменения. Всякие неприятные. И так я отошел метров, наверное, на 30-40. Вот сейчас, в прямой видимости, должно все великолепно отрабатывать. Сейчас повернусь. И еще чуть-чуть шиканее. Я не знаю, будет ли работать. Я думаю, будет ли работать. И напоследок, как и обещал, послушаем звук через комику VMSC, который у меня есть и который я считаю прямым конкурентом. Потому что по цене они плюс-минус одинаковые. Но такого функционала, как у SevenRines DW10, у комики VMSC, конечно, нет. Там в плане функционала попроще. В плане звука вы сейчас можете слышать. Опять же, все без обработки. На комике стоит сейчас Volume 2. Тут там пресетами. Здесь можно гибко, как бы, крутилкой настроить. Там, естественно, пресетами, то есть такими ступеньками. И, соответственно, звук тоже без обработки. На том же шнурке я специально повесил на шнурке, чтобы они были на одинаковом расстоянии. И вот сейчас у меня радиосистема SevenRines DW10 прямо в руке. Вы видите, как выделяется вот эта вот желтая крутилочка. Блин, ну, с точки зрения любителя, прям очень крутой функционал. И классно то, что все это действительно работает. Вот это прям офигительно. И сейчас я опять же включу кулеры на ноутбуке. Это, конечно, неудобно. Он там под столом где-то. Вот, я их включаю. Сейчас молчу. Смотрю на индикацию вейв-формы, как у меня поднялся уровень шума. Уровень шума достаточно сильно поднялся в комнате. И сейчас я включу шумодав на комика. Вот индикатор поменял свой цвет, и значит у нас работает шумодав. Помолчу. И вот теперь я начинаю говорить. И вот насколько я сравнивал, это на комике шумодав работает очень плохо. То есть прям, ну, такой посредственный. Вот самый лучший шумодав, который я видел, это Holy Land Dark Max. Это вот шумодавы, которыми действительно можно пользоваться, когда вы записываете звук в каком-то шумном помещении, или работают какие-то кулеры, система охлаждения, там, грейд, как они называются, там, градирни и так далее. И вот на вот этой вот 7Rimes DW10. Это прям одни из самых лучших шумодав. Ради с тем мне действительно понравилось. Китайцы молодцы, что они стоят на месте, предлагают новый функционал и добавляют его в свои девайсы. Штука действительно крутая. Что думаете вы по этому поводу, можете написать внизу в комментариях. А у меня на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Увидимся.